Здравствуй, зритель! Сейчас я буду обозревать, что я заказала на Озоне. Но я как бы в курсе, что я заказала, а вы ещё нет. Ты, зритель, ещё нет. Вы, зритель, ещё нет. Как-то так. Что-то сегодня так удивительно, там было очень большое скопление народа. Вообще, считай, давно считаешь, что эту базу выдачи надо делать не 5 дней, не делю. Ну ладно, выходные вы можете не работать, но вы, блин, работаете. Раньше, помню, расписание было с 10 до 5, допустим, да, или с 10 до 6 на сайте. А само оно при этом работало с 3 до полшестого. И вот оно 5 дней недели работало с 3 до полшестого. Мне кажется, надо хотя бы с часу до 6 сделать. Ну вот, я не знаю, или с 2 до 6. Ну, вот как-то так. Потому что, в принципе, у нас город, конечно, может, маленький, но на Озоне доказывают дофига. Большое количество людей, плюс ещё на Озоне. Я помню, раньше вот Гринмаму одно время доставляла вот эта вот служба Озон. На базу выдачи Озон. И сегодня почему-то было 2 человека. Ладно, хорошо было 2 человека, но почему-то посылки обычно человек, как бы, который сидит, вот это выдаёт, он сам спрашивает фамилию, там, или паспорт, или типа того, и ищет, и выдаёт себе. А тут, оказывается, теперь нововведение, что ли, я не знаю. Теперь надо самой искать эти посылки, лазать там, подпрыгивая, поднюхивая, выбирая, ждать, когда там тебя обслужат, соответственно. Ну и, в общем, я не стала вскрывать, потому что что-то я так офигела, я даже не поняла. Обычно, как бы, раньше это всё вскрывал сам тот, который тебя обслуживает, да, то была бумажка, которую ты подписываешь внутри коробки, теперь бумажку отдельно распечатывают, но как-то оно вскрывается тем, кто тебе это выдаёт. Теперь оно не скрывается. Типа, видимо, сам скрываешь, я что-то офигела от этих нововведений и от количества людей, потому что даже негде было бы это вскрыть, ну и как-то вот на доверии мне. С меня паспорт не спросили, потому что меня знают, как они сказали в лицо. Но суть такая, что теперь ты сам ищешь эти посылки, и я что-то как-то... Вот там даже, как я не знаю, есть у них камера наблюдения или нет, там кто-нибудь взял эту посылку и ушёл дальше, как бы с ней. Вот зашёл, взял посылку и пошёл. Это же никак бы не уследишь, в общем, я не знаю, чё это Озон вдруг так... спустя рукава вдруг стал с этими базами выдачи работать. Ну, в общем, вот у меня тут... В этот раз почему-то вообще было... Чё тут? Ну, тут адрес этого самого базы выдачи и моя фамилия. В принципе, ничего такого сверхфеерического, никто ничего не увидел. Даже номер мой в этот раз тут не указан нигде. Раньше вроде у них там ещё номер писался, человека, которому это доставлялось. Но, в общем, почему-то в этот раз оно доставлялось в двух коробочках. В чём прикол? Может, у них одной коробочки не было, чтобы пикнуть это всё. Сейчас я это вскрывать буду вот так. Ну, и часть у меня было там 100 баллов вроде как на этих спасиб, были как-то так, 100 с чем-то спасиб, 100 с чем-то... 113 вроде этих баллов бонусных. В общем, вот так у нас тут упаковано. Вообще, вот это не смотрите. Я его периодически какой-нибудь такой чай подобный беру, потому что мне надо вот... Минимальный заказ на базу выдачи должен быть 500 рублей. И чтобы было именно на базу выдачи, я добиваю иногда до 500 рублей каким-нибудь похожим чаем. Это у нас принцесса Гита. Чёрный листовой отборный индийский чай 100 грамм. И да, вот раньше вот эти листочки как-то они выдавались, и ты знал, что сколько стоит. Теперь я вам не смогу сказать, что сколько стоит, потому что у меня это в интернетном, в электронном варианте, а листочек они теперь не выдают. Традиционный 100 грамм. Я что-то уже даже не помню. Я думала, что я гранулированный заказывала. В итоге, видимо, я листовую выбрала. В общем, 100 грамм это самое у нас... Это тот же уровень тренд, та же самая уровень тренд, что Гринфилд изобретает. В общем, что у нас тут? Вот такой мелко листовой чай чёрный. Я думаю, с тем чабрецом, который у меня в отдельном пакетике лежит, он вполне покатит. Раньше, я помню, покупала похожие чаи. Это гиты Явы, Зиты или как их там. Гиты, Зиты, короче, всех этих вот это... Принцесс-гид я раньше покупала, когда делала чай индийский, ну, со специями. В общем, там гвоздика, перец, какая-нибудь требуха ещё, вот такой чёрный чай. Хорошо шёл. Тут у нас бумажка, без которой букашка. И коробочка уже пустая. Пойдёт потом на переработку. Наверное, может, как-нибудь снесу на сожжение. Может, бумажкой как-нибудь пошуршу вам. У меня там есть ещё какие-то бумажки упаковочные с разных посылок. Может, как-нибудь тоже всё-таки ими пошуршу. В общем, вот тут пакетики. В этом пакетике у нас. У нас в этом пакетике у нас маленькая такая, компактненькая. Эспуда мука соевая обезжиренная для кексов, печенья, соусов и сладостей. Я вообще что-то её давно хотела, купила чисто, чтобы, может, сначала так... Может, что-нибудь на ней, конечно, и печь буду, но хочу попробовать соевое молоко ещё. В сети посмотрела, что из муки с водой можно делать соевое молоко. Соевая мука улучшает внешний вид и вкусовые качества, продлевает срок свежести изделий. При выпечке можно применять как улучшитель, добавляя до 5% к массе пшеничной муки. Печенье и соевой муки. И тут рецепт, кстати, даже есть. Может, освояю потом. В принципе, даже всё в наличии есть. Соевая мука, мука пшеничная, сахар, сливочное масло, кефир. Я тут купила кефир литр, думала, так попью, потом уже думала, может, эти блины на нём спеку. Забыла про него, вчера вспомнила. Сегодня тоже вспомнила. В общем, надо, наверное, может, на нём блины спечь. А может, вот, печенье и соевой муки. Разрыхлитель и соли. Ну и тут, в общем, чё, как это делать. Может, и правда сделать печенье. Вообще, немножко сделаю молока, а потом сделаю печенье. Упаковано в октябре этого года. Как-то так. 12 месяцев живёт оно. Тоже не могу сказать цену, потому что, как бы, бумажки нет, а я так не помню. Потом вторая коробочка. Да, пакетик я у них попросила, потому что что-то я не думала, что это вот выглядит вот именно такими коробочками. Ну, может, оно как-то в пакетиках, в пластиковых будет упаковано или ещё как-то. И в мою бы сумку это всё не влезло. Ну, пакетик они мне дали. Попросила, потому что там передо мной кто-то просил. Я подумала, что, наверное, можно просить у них пакетик. Обычно они сами, как бы, предлагают. Меня спросили, большой или маленький. Я сказала, чтобы всё влезло. Куда я знаю, как он у них большой, какой маленький. Это, в принципе, видимо, всё-таки большой. Они решили, наверное, что надо большой. Потому что он правда большой. Всегда онлайн. Озон.ру В общем, я тут вскрыла. Мне сёстры и моя подруга на день рождения дарили в этом году тапки. Одни тапки ещё живые, а Валиновские, они немножко так вот уже прорвались. И, короче, у меня как-то... А ещё при переезде, ну, когда... Ну, не кое-кто у меня выкинул тапки. Потом уже понял. Ну, как бы меня не спросили, нужны ли мне эти хорошие новые тапки. Взяли и выкинули. Короче, я заказала тапки вроде как и себе, но по большей части для гостей. Кто-то придёт в гости, а тут тапки. Есть. В общем, вот такие вот тапки. Что-то они 100 с чем-то стоили. 116, что ли, рублей. Или 113, как-то так. Я отзывы посмотрела. Тут у нас пакетик запаянный. Вот с этой смукой пакетик был не запаянный. В общем-то. Сейчас мы его вскроем. Тапки. Тапочки. Туфли комнатные. Плюш. Ультра. Степ. Закрытый мыс. Размер 36-38. Чайная роза. 100% полиэстер. Сделано в России. Вот такие тапки. Я читала отзывы, что там очень тонкая подошва. Типа как вот в гостинице бывают тапки. Я помню, в какой-то гостинице мы с подругой были. Там были такие тапки. Но там подошва была тоньше намного. Тут вполне себе приличная подошва. Мне кажется, нормально. Ну и написано было, что оно сцепляется с любой поверхностью. Типа не скользит и тому подобное. В общем, вот тапочка. Вот вторая тапочка. Так. Я их как взяла-то? Лево-право. Так. Вот так, наверное. Вот. Вот. Сейчас попробую, даже померю. На мне сейчас этот такой дофига теплый носок. Ну да. Они, наверное, чуть... У меня-то 35-й. Так что на 36-й, 38-й вполне подойдут. Хорошие, удобные тапочки. Так что я рада, что их заказала. Так что вот. Тапочки на озон можно заказать. Ну, я думаю, что другой обувь я бы не стала заказывать. Потому что это надо мерить. Подойдет, не подойдет. А зная мою ногу, лучше уж ходить и выбирать в каком-нибудь магазине. Тут у нас дальше. Вот так вот оно. Тоже бумажечкой проложено. Мне кажется, озон бы сэкономил на какой-нибудь одной коробке. В принципе, то, что я не открывала, проблемы не сделала. Потому что тут все в наличии. То, что я хотела. Так. Тут у нас перчатки. Вот такие красные. 250, что ли, они были? Или 260, как-то так. Тут у нас перчатки. Цвет красный, размер 16. Честно, знаете, я в размерах как-то не бельмеса. Я там, вы знаете, посмотрела, там, типа, в сантиметрах. И решила, что, наверное, у меня 16 размер. Хотя вот здесь у меня 15,5. Наверное, как-то так. Сшир 65% и акрил 35%. Вообще, там было написано ПАФ 35%. Ну, может, этот ПАФ или как-то так. Есть акрил? Или ПАН Хенрина, вот, наверное, стирать при 40 градусах. Дата изготовления 17 сентября. И тут такая, вот где-то тут вот был такой значочек на них. Это у нас, кстати, насколько я помню, фабрика Оренбургских вот этих пуховых плотков. Надо бы его вскрыть теперь еще. Почему перчатки заказала? У меня, в общем, были как бы перчатки, но они все были, видимо... Которые у меня были, они у меня потеряли. Я их забыла, видимо, в каком-то автобусе. Но у нас почему-то люди, вот, если ОПОЕК что-то уронил, ему говорят. А если человек женского пола уронил перчатки, то ему, конечно же, не говорят. Это Углич, Филли. Ну и, в общем, короче говоря, я осталась без перчаток. У меня есть только варежки, которые мне моя тетя вязала. У меня есть митинги. А вот даже вот так среднеаритметическое между митингами и варежками, у меня ничего не было, вот, чтобы даже ходить на эти тренажеры, потому что в митингах пальчиком холодно, в варежках не всегда удобно браться. А здесь, кстати, вот такая фигнюшка только на одной рукавичке. Перчатки вот это вот. В общем, такие, они с виду оказались такие прилично тонкие. Что-то как-то они на сайте мне казались несколько иными. Тут у нас... Не, оно как бы налезает, но то, что тут вот этот вот дырявый рисунок, на сайте я не разглядела, чтобы там был именно такой дырявый рисунок. В общем, ну, вот это меня удивило, что тут вот это вот, так вот, видите? Рисунок, который дырявый. Ажурный такой, в чем прикол, вообще не поняла. Но, в принципе, действительно подошло. Ну, ладно, вот на такую погоду, когда не очень холодно, и при этом без перчаток уже совсем никак. В следующий раз буду более внимательно смотреть, чтобы не было уже такого рисунка, или уже не буду заказывать на озоне такое вот. Ну, с другой стороны, ну... Как-то я слегка прифигела, если честно. Не было на фотке вот этого ажурного рисунка. Ну, тут у нас еще какая-то бумажка. Памятка по уходу за пуховым изделием. Ну, тут рекомендуется стирка, сушка, сушка изделий платочного, перчаточного, и пуховые изделия необходимо предохранять от поли. Знаете, я думаю, не только пуховые изделия необходимо предохранять от поли, дорогие производители. Ну, и я заказала себе масло апельсина, потому что у меня мое закончилось, да еще прочитала в комментах к этому и не то. Ну, к этому, кажется, масло апельсина, что вот одна женщина спаслась свою мебель от кота благодаря апельсиновому маслу. Я думаю, что у меня, конечно, не мебель страдает, у меня страдают обои. Я думаю, попробовать немножко смазать. Я помню, что когда-то что-то у меня было апельсиновое масло, даже сам апельсин, и где-то кот что-то такое делал, я эксперимента ради протерла этим маслом, и он туда не лазал. В общем, коты не любят это масло. В общем, вот такое вот. У меня, по-моему, такое есть фирмы. Я покупала в магнит-косметик лавандовое масло. Там, правда, было 5 мл. Тут вроде как 10 должно быть здоровье, ботаника, красота, гармония. А тут еще что-то, но заклеена наклейка озон. Вот это мне тоже не всегда нравится, что у них озон клеят на эту наклейку, не всегда там, где надо. Иногда там какой-нибудь нужный материал написан, а озон наклейку присобачил. Апельсин сладкий 10 мл создан 10, короче, в октябре этого года. 10 мл. Сейчас мы его как-нибудь вскроем. Хрен ты его как-то вскроешь, однако. Вот он, такой вот. Довольно легко снимается крышечка. Мне казалось, что она как-то щелкнуть должна. Но действительно апельсин, вот именно апельсин, как вот, вот вы взяли кусочек, купили апельсин, помыли его, порезали на дольки. И вот он точно так же пахнет. В общем, буду использовать паромолампу и попробую повоевать с котом. Отвоевать у кота свои обои. Не надо мне говорить, что надо покупать какую-то там когтедерку. У него было что-то такое. И оно как-то вообще, ему удобнее обои подрать, чем эту когтедерку. В общем, вот такой у меня заказ. В принципе, считаю, что он нормальный. Ну, меня немножко разочаровало, что перчатки ажурные. Хотя там зима, осень написано было. Но я не знаю, какие люди зимой ходят вот с такими ажурными перчатками. В общем, вот такой заказ, вот такой обзор. Ну, в общем, всем спасибо, кто осилил. И прощевайте.